Здравствуйте! В эфире программа «Подробности». Сегодня подробно поговорим о событиях 20-летней давности. У нас в гостях герой России, почетный гражданин Рязани, Михаил Малахов. Михаил Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! И вот ровно 20 лет назад состоялась экспедиция, благодаря которой, за которой вы получили звание Героя России. Эту экспедицию не смог повторить никто. Впервые два человека без какой-то внешней помощи от земли дошли до Северного полюса и обратно. Это были россиянин Михаил Малахов и канадец Ричард Вебер, 1995 год. Скажите, хоть кто-то пытался повторить эту экспедицию? Попытки-то хоть были? Нет, Евгений, ни одной попытки за это время не было. Это был 1995 год, и в этот день буквально мы завершили нашу экспедицию. 123 дней остались позади, почти 2000 километров. Огромный вес – 230 килограмм на человека, который был у нас в начале. Был съеден, поскольку в основном это были все продукты. Мы счастливы, практически в одном нижнем белье. Последние несколько десятков километров мы просто все выбрасывали. Надо было, лед ломался, добегать до берега, спасаться. Реально даже дорогостоящий на тот период видеокамеры Sony оставили. Но надо было уходить. И мы финишировали в этот день. С тех пор, до этого, когда узнали о нашем проекте, норвежцы, включая нескольких чемпионов мира по лыжным гонкам и даже одного олимпийского чемпиона, включили в состав команды, которая хотела подобное сделать. Это был 1994 год, но они прожили на льдах только две недели. Это была единственная попытка до нашей экспедиции сделать что-то аналогичное. Но никто не смог это сделать до 1995 года. И вот уже 20 лет даже попыток еще не было. Ну, вот так получилось в истории. Ну, а как, собственно говоря, все получилось? Любой подвиг имеет, скажем так, свою историю. Что вообще побудило решиться на такой отчаянный шаг? Без помощи извне, рискуя, ну, рискуя всем, рискуя жизнью, отправиться на Северный полюс и еще назад. 2000 километров пройти пешком еще в условиях страшного холода, сильных минусовых температур. Да, ну, до минус 60 в начале температуры, еще стартовали мы полярную ночь, когда вообще абсолютно 24 часа в сутки было темно. Ну, никаких подвигов мы не делали, я сразу оговорюсь. Там просто делали проект, который нам был интересен. Имея за плечами к тому моменту две экспедиции успешные на Северный полюс, вот лед Северного льда этого океана уже как таковой интерес не представлял. Вот я шел во второй экспедиции под флагами Организации Объединенных Наций от Северного Канады до Северного полюса, я чувствую, я просто повторяюсь, мне людей неинтересно, мне было интересно, что я был один среди восьми иностранцев, это был 1989 год, я просто приобретал мировой опыт общения, но не путешествия на льдах, это уже был как таковой пройденный этап. А потом как-то вот мы с Ричем Вэлло, у которого за плечами тоже было две экспедиции, на Северный полюс, одна у нас совместная, мы пересекали Северный льда этот океан от берегов Сибири до канадского арктического архипелага через Северный полюс, но мы как-то обменялись мнением, тебе интересно, неинтересно, а ты знаешь, а вот ведь есть, как так вот сейчас ходят на Северный полюс и так оттуда улетают на самолетах, на вертолетах, это же как на Эферест подняться и кричать, «Эй, ребята, возьмите меня вниз спустить на вертолет». То есть, в плане, наверное, личных ощущений это нечто, а это уже… Вдруг мы осознали, что на самом деле вот эту дорогу от Земли до Северного полюса назад, а кто ее проходил? Ну, вроде заявлено Пири и Кук, два американца, это было начало 20-го столетия. Когда мы реально стали читать их дневники, книги изданные, да мы видим, что как-то описание не соответствуется тем людям, которые мы видели, той обстановке, через которую мы сами прошли, как-то все это не соответствовало и глубже стали копать. Видим, да многие просто сомневаются, что это было сделано. Мы прекрасно осознали, что, наверное, здесь вопросы есть, и не нам их снимать, это были классики, мы с классиками не спорим, то, что они просто на старт выходили, это вызывает колоссальное уважение даже сейчас. Мы просто… Да, ну как они использовали? Они шли на собаках, они использовали дополнительные партии людей, которые помогли им тащить груз. А вот так, чтобы взяли два человека странных. Один из Советского Союза, тогда еще из России, из Канады, пошли вдвоем, дошли до Польца и вернулись. И без всякой там помощи, ни собак, ни других людей и так далее. Но это уже просто даже не было. Мы поняли, что мы ставим перед фактом проекта, которого никогда не было. Нет такой инструкции, какая-то дойти до Северного Польца и вернуться назад. То есть, для нас это было интересно. Это было сделать, перелопатить весь опыт предыдущих полярных экспедиций и создать свою систему пребывания на этих льдах, выживания. И не просто выживания, но еще делать какую-то нормальную работу. Хотя бы километры. Перенос собственного тела из точки А в точку Б и назад в точку А. Как это обеспечить? Какая еда должна быть? Как двигаться? Как спать? То есть, вы знаете, масса вставила вопрос. Надо было придумать жизнь на этих дрейфующих льдах. И вот почему 6 лет у нас этот проект занял? Потому, что мы на самом деле проверяли каждую позицию. Мы даже считали километры туалетной бумаги, извините, которая потребуется на 4 месяца в этих полярных льдах. Мы считали метры свечей, которые нам нужны для того, чтобы освещать изнутри палатку в условиях полярной ночи. Нам нужно было считать, опять же, какое количество батарей. То есть, досконально или же всё-таки? Вот без ложной скромности скажу, что да. Просчитали всё. То есть, неожиданности не было? Ничего не сломалось. Всё работало у нас. И я могу сказать, да, было тяжело. Да, было опасно. Было больно. И так далее. Вот. Но это та игра, в которую мы решили играть. И мы понимали, что так будет. Но игра без экспромта получилась. Она была без права на ошибку. И мы её выиграли. У меня было ощущение такое. Мы шли. И каждый раз... Это был как боксёрский поединок. Мы и Арктика. И каждый раз Арктика наносила нам какой-то удар, от которого мы должны были отправиться и нанести ответный удар. И вот всё-таки последний удар был наш. Вот. И это было такое ощущение, что каждый раз эти... Ну, ко всем ударам были готовы на тот период. И к дрейфу, и к холоду, и к темноте, и к колоссальному километражу. То есть, к пробегу в день, который надо было делать. Потому что удивительно. Три месяца до полиса назад шли. Вся наша группа поддержки не могла понять, как так. Вы же должны всё продукции есть давно. Вы ещё на льдах. Ну, там всё было рассчитано. Так и считал, что назад мы будем возвращаться вот им-то. То есть, день в день. Как мы планировали ещё за два месяца до финиша. Мы сказали, придём вот в этот день. И мы финишировали от предсказуемого на 7 часов 15. Тогда же не было той радиосвязи, которая есть сейчас. Того уровня, да? А у нас не было даже вообще радиосвязи. Мы от неё вообще отказались. У нас была специальная разработка. Новая техническая разработка. Совместно с техническим университетом в Берлине. Они предоставили в наше распоряжение свой собственный спутник Земли. И мы направляли. Специально был сконструирован для нас прибор. Который позволял нам послать 64 символа в виде смс на спутник. А спутник сбрасывал это в два пункта. В Берлин, как место, где следили. И в Оттаву, где наша база была. Всё. И мы могли одновременно получать от них смс-ку такой же объём. Всё. 64 символа. Всё. Почему сделали? Мы не теряли время на установке антенны. Выход на связь. Не зависели от радиоволн. Спутник каждые 108 минут вокруг пробегал. Если он в зоне видимости, то мы могли направить смс-ку. Например, СОС. Спасить. Или наши координаты. Всё нормально. Движемся. Больше объём-то не позволял нам делать. И очень важно было. Мы не хотели слышать голос других людей. Это была другая психологическая обстановка. Мы были явно в этом мире отвержены. И мы должны были полностью погрузиться в это выживание. И не слышать эмоции всего остального мира. Слышать новости – да. Но не слышать живого голоса. Совершенно из другой эмоциональной волны. Нам это было нельзя. Мы погрузились. В свой мир, который мы умышленно ушли на 4 с лишним месяца. И это было наше условие психологической совместимости с Арктикой. Друг с другом. 20 лет прошло. За 20 лет выросли дети. Ваши дети, в том числе, принимали участие во многих ваших последующих экспедиций. Сейчас у Михаила, Алексея нет желания повторить путь отца. Может быть, кто-нибудь все-таки повторит это? Не ставим никогда задачу. Дану книгу, которую мы после этой экспедиции с Ричардом выпустили в Канаде. Она вышла на английском языке. Называется «Полярная атака». Там была приписочка нашим сыновьям, Михаилу и Алексею, Тессаму и Нансену. Это дети Ричарда. Тоже два сына. С надеждой, что когда-то они поймут поход своих отцов. То, что Михаил и Алексей правая и левая рука сейчас делают наши экспедиции на Аляску, Шпицберген, Алиутские острова по следам русских первопроходств. По всей видимости, это пожелание в этой книге было выполнено. Я выполнил свои обещания. Они оба оказались на Северном полюсе, были в небольших походах. Они будут делать большие экспедиции, но это их желание. Это должно прийти изнутри. Все, что нужно для этого, подготовлено. Они физически готовы. Они обладают необходимым запасом знаний. Очень хорошо они свое слово сказывают. Михаил делает фильмы, рассказывает о героических открытиях наших предшественников. У Ричарда тоже сыновья, связанные с природой, помогают их в семейном туристическом бизнесе на севере Канады. Спасибо, Михаил Малахов, герой России об экспедиции, которую пока еще никто не смог повторить. Это была программа подробностей. До встречи в эфире.